Всем здарова! Короче, очень часто меня спрашивали, как устанавливать треки в My Summer Car на компакт-диски, в радио и прочее тому подобное. Я знаю, что существует очень много татуировок, примерно где-то, наверное, 1 миллиард таких подобных видосов, где все это рассказывается и так далее. Но я думаю, что, в принципе, если я еще раз объясню, то будет понятно, надеюсь. Что-то туда залить нам изначально нужен трек. Трек должен быть обязательно в формате OGG. Как это можно проверить? Нажав правой кнопкой мыши, нажав свойства, потом вот здесь будет написано файл mp3. Если здесь написано mp3, значит нужно его конвертировать. Переходим на такой сайт, как онлайн-audioconventor.com Дальше, короче, заходим открыть файлы, открываем тот трек, который мы хотим конвертировать, нажимаем здесь OGG и нажимаем конвертировать. Вот, идет конвертация, потом нажимаем скачать и самое важное, здесь нам нужно переместиться в ту папку, где у нас хранится игра. Теперь очень влажная информация. Здесь есть такие папки, как CD1, CD2, CD3 и Radio. Для чего они как бы предназначены? Верхние папки это, соответственно, для того, чтобы устанавливать на диски. На один диск можно залить до 15 треков, то есть больше 15 нельзя. Это очень влажная информация, потому что, если вы на один загрузили 15, то вам придется на второй, соответственно, заливать уже все оставшиеся треки, если вы в дальнейшем планируете что-то импортировать. В радио вы можете загрузить до 150 треков. Вот. Ну, теперь выбираем ту самую папку, которую нам нужно перекинуть. Например, я хочу установить это на диск номер 3. Как мы видим, здесь у меня уже установлено 13 треков. Важный момент в том, чтобы пронумеровать эти треки. Нужно просто писать трек, дальше у нас идет самый последний номер. То есть у нас самый последний номер это 13. Прибавляем к нему единицу и получаем 14. Значит, трек 14. Вот. Я нажимаю сохранить и, соответственно, трек у меня скачивает. Теперь, когда вы просто зашли в саму игру, у вас есть такая кнопка, как Import Music File. Ее очень влажно нажать. Ее нужно нажать для того, чтобы импортировались все треки, которые вы туда закидали. Если вы не нажмете на эту кнопку, то тогда у вас просто не импортируется музыка и она не будет проигрываться. Это нужно делать при каждом сохранении, перезаходе, заходе в игру. Это очень важная тема. Когда мы зашли прямо на столе, будет лежать компакт-диск. Собственно, самим кейсом. На букву F можно открыть этот кейс. И, соответственно, этот диск нужно будет вставить в сам проигрыватель. В машине очень важно, чтобы стоял специальный приемник, который жует компакт-диски. Этот приемник можно заказать в каталоге автозапчастей за 1395 марок. Короче, для начала у вас должно быть включено и зажигание, потому что ток по машине не будет течь. И, типа, мол, вы будете включать и так мертвый того вам приемник. Ну, собственно, дальше. Крутим ползунок и включаем, собственно, сам приемник. Дальше вам нужно нажать на такую кнопочку Radio-CD. Вот здесь вот наводитесь, нажимаете. И вот, и у вас пишет NoCD. Что это значит? Значит, то, что у вас не установлен диск. Что нужно сделать? Надо поднять диск, пододвинуть его так, чтобы появилась вот такая вот ручка без надписи. И после этого мы нажимаем на левую кнопку мыши, тогда у нас диск ходит.